МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. О войне из первых уст. Знакомьтесь, Александр Васильевич Рыбаков. Искусство интернационально. В Чебоксарах начались гастроли Марийского театра. Чистый четверг. Жители республики готовятся к Пасхе. Мы уже сообщали о том, что глава Чуваши Михаил Игнатьев находится в Республике Беларусь с рабочим визитом. Он уже встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Беларусь Александром Суриковым. Стратегические направления социально-экономического развития двух республик и государственные подходы к развитию сельского хозяйства – вот основные темы, которые успели обсудить Александр Суриков и Михаил Игнатьев. Глава Чуваши выразил особую признательность за организацию визита делегации республики в Минск и отметил, что Чуваша и Беларусь в чем-то схожи. В обоих регионах особое внимание уделяется социально-экономическому развитию села. В сельской местности Чувашской республики активно реализуется государственная программа газификации, строительства дорог и фельдшерско-акушерских пунктов. Михаил Игнатьев также отметил, что Чуваша и Беларусь уже наладили взаимовыгодное сотрудничество в сельском хозяйстве, электротехнике и химической промышленности. Сегодня же глава Чуваши возложил венок к монументу Победы и посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Около 15 тысяч уроженцев Чуваши участвовали в освобождении Беларуси от фашистских захватчиков. Экспозиции музея истории Великой Отечественной войны очень полной и правдиво отражают события этих лет. И это очень важно в сегодняшнее время, когда предпринимаются попытки переписать историю и принизить значимость Великой Победы, 70-летие которой мы отметим в мае нынешнего года, сказал Михаил Игнатьев. Затем глава Чуваши встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, на которой обсуждались вопросы развития экономического сотрудничества, укрепления культурных связей, использования новых возможностей для совместной кооперации предприятий и организации Чуваши и Беларуси. Правительство Чуваши рассмотрело сегодня ряд вопросов, связанных с реорганизацией некоторых учреждений и внесением изменений в действующее законодательство. Экономическая ситуация вынуждает корректировать некоторые направления. В частности, будет усилена государственная поддержка инвестиционной деятельности. В целях улучшения инвестиционного и предпринимательского климата для организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, при реализации инвестиционных проектов, стоимостью свыше 30 миллионов рублей, предлагается новая форма государственной поддержки, предоставление на конкурсной основе субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания или развития модернизации производства товаров в порядке, предусмотренном, установленном кабинетом министров Чувашской Республики. Министерство транспорта и дорожного хозяйства предлагает объединить управление автомобильных дорог и дирекцию по повышению безопасности дорожного движения. Это не только придаст работе большую адресность, но и позволит сократить расходы на содержание аппаратов. Еще одно интересное объединение педагогического колледжа и механико-технологического техникума продиктовано нехваткой квалифицированных мастеров производственного обучения. В новом учебном заведении эта проблема будет решена, к тому же появятся новые специальности. Обсудили и тарифы на пригородные перевозки железнодорожным транспортом. Сегодня это 24 рубля за 10-километровую зону, при том, что фактическая стоимость гораздо выше. На 2015 год, например, железнодорожники называют экономически обоснованный тариф 89 рублей. Какие тарифы установить для пассажиров, каждый регион решает сам. Но разницу перевозчикам должен компенсировать местный бюджет. По расчетам Чуваше, экономически обоснованный тариф с учетом сокращения плановых цифр меньше 44 рубля. Но и в этом случае стоимость проезда в пригородном железнодорожном транспорте придется увеличить. Мы предлагаем проекту постановления в целях недопущения резкого роста тарифов для пассажиров утвердить на 2015 год тариф на перевозки пассажиров с железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в размере 27 рублей за 1,10-километровую зону. Проиндексировав действующий тариф на перевозки пассажиров с железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на уровень фактической инфляции в Чувашской республике за 2014 год. Но даже с учетом повышения бюджета Чуваши вынужден компенсировать компании «Содружество» почти половину стоимости услуг. При этом вновь возникает вопрос целесообразности сохранения пригородных железнодорожных перевозок. За исключением лета, в остальное время года этим видом транспорта пользуются единицы. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. До самого главного праздника российского календаря, Дня Победы, остается совсем немного времени, а успеть надо очень многое. И как это всегда бывает, из вихрей событий взгляд выхватывает самое главное – лица ветеранов. Юные, открытые, жизнерадостные уходили они на фронт, а возвращались взрослыми и даже постаревшими. Так случилось с Александром Васильевичем Рыбаковым. Осенью 1941 года Александр Васильев пошел в 10-й класс и практически одновременно на курсы истребителей танков при военкомате. А уже в марте 1942-го получил повестку. Потом была учеба в Краснодарском минометном училище, и в июне Александр в составе курсантского полка прибыл в Сталинград. Подчинялись курсантские полки непосредственно командующему, и задачей их было оказывать поддержку другим воинским формированиям. Когда 62-я армия попросила нас, наш, говорит, левый фланг, немцы, бросили большую силу, помогите. Вот мы пошли и разгромили эту группу, и отодвинули их назад на 10 километров. Пошли и разгромили звучит прозаично, особенно 70 лет спустя. Но сегодня каждый человек, не только военный историк, знает, какой ценой досталась победа в Сталинградской битве. Александр Васильевич, получив контузию и осколочные ранения обеих ног, 7 месяцев лечился в госпитале. И считает, еще легко отделался. В нашем училище было 2,5 тысячи курсантов. А в армии было 4 курсантских полка. По 2,5 тысячи, это 10 тысяч. И 15 число, это командующий уже сказал, из этих четырех сделали один полк тысячу человек. 9 тысяч человек потеряли мы за Сталинград на 7 дня, в месяц. Потом Александр Рыбаков принимал участие в Курской битве, освобождал Белоруссию, дошел почти до Берлина. В маленьком городке на берегу Эльбы и встретил победу. Уже в 2 часа ночи, 9 числа, телефонистка выходит и говорит, ребята, война кончилась. Победа! Мы сразу на велосипеды, а то пешком не ходили, у всех велосипед были на велосипеды. И свою часть по тревоге подняли, все скинули, что такое, что такое. Мы говорим, победа, все. Ну, старшина сразу за лошадь, запряк у нас была лошадь, перевозили эти катушки, связи. Вот, и город там был пустой, немцы же куда-то уехали, боялись нас, русских. Вон бочку вина, погрузили, поросенка одного взял и привез. Давай, говорит, повар, готов завтрак. Вот так мы отмечали победу. Вернувшись с войны, Александр Васильевич пошел работать на электропаратный завод. В его трудовой книжке, не считая, конечно, поощрения и благодарности, всего две записи. Принять и уволить в связи с выходом на пенсию. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Обменные гастроли между Марийскими и Чувашскими театрами – хорошая давняя традиция. В театре юного зрителя имени Севспеля состоялся показ спектакля «Чудесное превращение Бабы-Яги». Погрузилась в сказку и наша съемочная группа. Вредная старуха в избушке на курьих ножках, которая дружит со всякой нечистью. Привычный образ Бабы-Яги. Однако в этом спектакле нечисть заменяет один единственный код, а вместо коварных планов на сцене планы любовные. Гуга раздила старуху влюбиться, и неболешего какого-нибудь... Сказку на новый лад подарил зрителям Марийский республиканский театр-центр для детей и молодежи. Всего же чебоксарские зрители увидят три спектакля. И надеюсь, что наши обменные гастроли будут они частыми, и будем каждые полгода приезжать сюда. У нас обширный репертуар, есть что предложить чувашскому зрителю. Я знаю ваши репертуары, вашего театра, и такой богатый, обширный репертуар. И хотелось бы, чтобы наши зрители увидели и ваши спектакли. Сам коллектив театра приехал в столицу республики впервые. Ожидание очень хорошее. Думаем, что понравимся. Обменные малые гастроли, как мы говорим, дают очень многое. Я думаю, это новый зал, новое общение с актерами местными. Познакомимся, будем переписываться, я думаю. Все равно, как бы, да, дружба будет. Уже несколько лет Чувашский театр юного зрителя приглашает в гости своих коллег из других регионов. В Чебоксарах уже побывали ульяновские и калмыцкие актеры. В планах пригласить и севастопольский тюз. Как считать директор Чувашского тюза Елена Николаева, такие гастроли помогают делиться опытом, приобретать новые знания и развивать театральное искусство дальше. Татьяна Леонтьева, Алена Аутухова, Расиль Мухаммедов, Республика. В актовом зале Национальной библиотеки Чувашской республики прошла творческая встреча с заслуженным работником культуры Российской Федерации, писателем, краеведом и публицистом Николаем Васильевичем Нарышкиным. Его работы хранятся в библиотечных фондах Казани, Чебокса, Рульяновска и многих других учебных, городских и сельских библиотеках России. Автор более двух десятков книг, сотен краеведческих исследований, Николай Нарышкин известен не только своими очерками о родном крае. Будучи студентом-юристом Казанского государственного университета, выходец из трудовой крестьянской семьи, занялся изучением проблем аграрной экономики, которая отразилась более чем в четырехстах его работах. Сегодня Николай Васильевич поддерживает постоянные связи с земляками в своих многочисленных поездках, лекциях и творческих встречах. По его словам, стимул для продолжения работы и передачи многолетнего опыта новому поколению, постоянное общение с молодежью. Александр Гаврилов, Александр Петров, Республика. У православных наступил Великий Четверг. Сегодня все верующие стремятся приступить к святому причастию. По преданию, в этот день Христос установил главное таинство Церкви – таинство Евхаристии. Вечером во всех православных храмах пройдет самое длинное в году богослужение – чтение 12 Евангелий, в которых описываются последние дни земной жизни Иисуса Христа, Его смерти и погребения. В эти дни верующие готовятся к встрече главного христианского праздника. Красят яйца, пекут куличи, приготовляют Пасхи и убирают свои дома. Ведь Великий Четверг в народе называют еще чистым. Эти последние, самые насыщенные богослужениями дни после продолжительного 40-дневного поста, предваряющего главный христианский праздник – Светлого Христового Воскресения. В Чебоксарах идет подготовка к проведению пасхального фестиваля, центром которого станет Площадь Республики. В рамках фестиваля на открытых площадках пройдут концерты духовной музыки, профессиональных и детских хоров. Необычным для города станет арт-инсталляция перед Храмом Рождества Христова из двухметровых пасхальных яиц, которые будут расписаны силами местных художников и студентов художественного училища. Александр Гаврилов, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова